Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. 4 августа. Какие новости на ютубе? Google Monster Corporation заключил там договор согласно новостей. С различными фарм-гигантами, дабы. Дабы все началось со следующего. Я так до этого не понимал, что и как у них лежит в основе их действий. То есть мотив. Из-за войны? Ваша версия крайне наивна. Война лишь повод. Из-за собственности молодой человек. И запомните это раз и навсегда. Просчитывается рынок медицинских услуг. Это на то, это на то, это на то, это на то. И только оп! 20% из этого рынка отводится на народную медицину. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Это ж очень жирный кусок. Надо его как-то отхоботить. И тут начинается, начинается идти в ход разные предлоги, обоснования, что народная медицина с себя и сжила. Современная, более эффективная. Лечение слишком долгое. Травами, таблетками быстрее. Медицинское лечение квалифицированное. Врачи проходят обучение. Народные целители этого обучения не имеют. Как они могут лечить людей? Не знаю, что и как. Вот. И на этой основе поднимается такая шумиха в обществе. Волна. Ищут крайних. Ищут, значит, козлов отпущения. И начинает, значит, сначала пройдет обработка общественного мнения. В умах людей, не окрепших особенно, посеет разного рода сомнения, предубеждения. И далее на этой почве принимаются законы запретить. Запретить и все. Я сразу скажу относительно себя. Так как я неоднократно сталкивался по жизни с медицинскими услугами. А как их назвать? Медицинская там помощь. Они оказывают услуги. То я остался этим делом недоволен. И сейчас понимаю, что это были не услуги, а какое-то членовредительство. Это мое мнение. Но идем дальше. Вот. На этой основе, значит, что это все изжило. Это надо поставить под контроль. Здоровье народа там наносится вред. Значит, запретить. Запретить и всех этих народных целителей. Все эти травы. Все эти. Ну, все этот здоровый образ жизни какой-то. Непонятный. Все это запретить. И, естественно, далее шаг. Идет все эти сайты здорового образа жизни, народной медицины. А, соответственно, и каналы. Все это надо позакрывать. Не нужны они нам все эти вещи. Вот. Закрыть. Что? Теперь осталось дело за малым. Ну, алгоритмы Ютуба настроены. Уже на соответствующие запросы. И уже дело за малым остается. Что касается от меня лично. Ну, я выложил более 1600 видосов. И причем так как много я обычно копии не сохранял. У меня есть подлинники. Это подцелебный кулинарии. Которую я намеревался для ТВ делать. Естественно, на этом что-то иметь. И сейчас я вот делаю по дням месяца. Я это тоже откладываю. Все остальное сделалось, выложилось, стерлось. То есть если у кого-то имеется возможность, то хотя бы для себя сохраните те программы, которые вам понравились, которые вы чувствуете. Работайте. а то все это так канет в лето. Далее такие мысли у меня. Вот я в свое время делал. Интернет вообще-то началось с газеты. Газету делал. Раз она в этот месяц выходила. Ну значит на почте особо она не пошла. Тут разные причины. короче она не пошла. Но тем не менее там имеется очень хороший достойный материал, который я просто беру сейчас читаю. По разного рода заболеваниям, там советы, теория, практика. ну и прочее, прочее, прочее. Вот у меня такая мысль возникла, а потом она перечеркнулась. А именно вот смотрите это вся эта газетка стоила добро здоровиться. Стоила подписка годовая 60 рублей. То есть да. Можешь привет передать какой-нибудь если хочешь. Вот. Итак, несколько отвлеклись в видеоблоге мы. Цена одного номера газеты я так решил 5 рублей насчет на год 60 вы там пробегаетесь там кто-то что-то говорит. Вот возникла такая мысль вот смотрите у меня сейчас 15 тысяч подписчиков. Если это интересно и вот это вот как бы сказать все эти оздоровительные каналы закроются я просто как бы в силу своих особенностей мне просто интересно ковыряться со знаниями что-то там находить для себя новое что-то там исследовать то что там было то есть я буду это дело продолжать и можно можно бы делать вот эту вот газету интернет газета и ее рассылать через электронную почту это все делается легко и просто то есть в обход этих типографий в обход этим почтам там бумаги и всему что с этим связано ну вот я что-то так вот подумал что можно было бы так сделать если бы это как некоторые говорят вот будет там 10 тысяч лайков я значит эту тему продолжу а не будет значит я ничего не буду делать то есть то есть то есть затеваться с этим делом дабы иметь какой-то корыстный мотив ну вот я вот подумал подумал опосля опять-таки вот я это дело затеваюсь как правило находятся люди которым что-то нравится что-то не нравится еще какие-то там сложности а тут у меня уже и возраст кто знает сколько я проживу день проживу или больше не хочется себя образоваться не хочется себя обременять чем-либо таким что-то обязательно делать а вообще-то вообще-то мысль смотрите моя была делать интернет газеты уже когда такая бумажная так сказать не пошла версия чтобы ежемесячно быть в тонусе и что-то делать вот интересная такая мысль была как как-то себя упорядочить как-то себя стимулировать на то чтобы ну будем говорить продолжать заниматься самообразованием продолжать изучать это дело благородное дело сохранение здоровья и вот так я прозанимался до полностью до семнадцатого года все выпустил были интересные у меня рубрики начал делать мой травник собирал материал по всем травам не по этой траве которая имеется потом я его обрабатывал и получалась статья такая уже знаете не просто кто-то одно осветил кто-то другое осветил а более менее в целом и древние там методики применения современные что там есть и как применять по травам мой травник далее меня заинтересовал это заговор я назвал эту рубрику заговор народное достояние очень интересная метода в целом далее я думал по камням потом по этим самым по запахам эфирным этим маслам делать такое ну тут появился ютуб и вот я особенно этим делом начал заниматься с ноября 18 года я уже примерно забыл наверное 20 ноября 18 года у меня было 6000 подписчиков сравнялось 6000 и когда я начал этим делом плотненько заниматься вот на сегодняшний день это у нас 4 августа 15 15 300 15 тысяч 300 подписчиков маловато ну что поделаешь зато все как говорится нас мало но мы в тельняшках насколько я понял это врались те люди которые действительно ценят знания по настоящему не просто там бегают по рецептикам не понимая их действия вот то есть в любом случае я буду продолжать заниматься буду продолжать заниматься возможно свои книги подсовершенствуем возможно даже что-то напишу новое как кажется на все если будет божья воля ну вот так вот прям таки умные мысли если закроет youtube канал так что я занимался без youtube канала с youtube каналом с его закрытием наоборот что-то новое будет возможно наконец-таки займусь сочинительством музона и позже когда что-то закрывается что-то другое открывается интересный феномен феномен ну вот что касается канала и политики google по отношению здоровому образу жизни народному народной общей медицине и всему-всему что касается этого ну а что можно еще сказать в свое время марк сказал пролетарии всех стран соединяйтесь но никакого соединения нет а вот зато капитал вот он соединяется сливается поглощает друг друга образуются мощнейшие финансово правовые структуры которые давят на все финансами и естественно законами и что получается вот получается будем говорить вот развитие человеческого сознания одни одни люди настолько богаты что что им уже некуда богатеть они не не знают куда что там девать как это освоить то есть они кусок этот не могут заживать за всю свою жизнь настолько он огромен но делиться никак не хотят и другие люди у которых наоборот концы с концами сводят живут в проголодь так смотрят по телеку на жизнь других людей и хотели бы жить получше но вот не получается и вот пока вот эти вот богатые у них проснется совесть что так жить нельзя чтобы так просто жить нельзя и прием не есть то есть столько всего но не нужно просто не нужно И большая часть другого населения, которое осознает, что и так, сводя концы с концами, тоже жить нельзя И вот как-то они друг с другом объединятся Но пока это не произойдет, вот такая вот фигня и будет твориться Одни подомнут другим, меньшинство, своими законами, своими порядками И с помощью же этих людей, которые беднота стала полицейскими, охранниками, солдатами и прочее Не будут подавлять выступления вот этих вот, этой бедноты Вот такое вот будет твориться на всех фронтах А, медицина это так, ерунда Ну я посмотрел Посмотрел там Я как-то особо не интересовался Кто там, что там говорит Там куча врачей высказывается очень круто против того, что делается сейчас Очень круто высказывается Но все эти высказывания Никакого веса не имеют Ни к чему не ведут И люди даже прослушивают их И никаких выводов, никаких действий с их стороны не следует Ну поэтому Я со своей стороны Вот 65 лет Проборолся За то, чтобы себя отстоять Себя отстоять в этом мире Чтобы как-то жить По-человечески Заниматься тем Чем мне хочется То, что я считаю нужным Вот То есть в каком-то В какой-то, так сказать Мере пойти Наперекор этому обществу Очень мало людей Идет наперекор Их начинают считать Чудаками Вольнодумцами И естественно Изолировать Как в свое время Порфирия Корнеевича Иванова Да и других людей Караваева Ах ты такой сякой Критикуешь Советскую медицину Самую лучшую медицину в мире Только Больной на голову Человек может это делать Значит мы его Полечим В соответствующем заведении Ну что Что сказать Вот примерно я и высказался На эту тему Если гугл Закроет Мой канал Ну и примерно Другие Которые рассказывают А если есть возможность Вытянуть Полюбившееся видео Пока это все Не удалилось С их серверов Значит Начинайте делать Раз такое пошло Далее Это я думаю Как-то получит Другое распространение В любом случае Да Кстати Я мог конечно И книги Печатать То есть Заказывать В типографии Но опять таки Это должен быть Какой-то Какой-то заказ На книгу Вот Чтобы сформировать Тираж Просто так Печатать И связывать Свои деньги Пензионерские Уже как-то Не это Не имеет смысла И нету Средств Главное Чтобы все Это дело Почта Сейчас подорожала Почтовые услуги Одна пересылка Рублей 200 А то 300 Может быть Плюс Сама книга От 500 До 1000 Примерно так Вот И считайте Кому-то там Придется Получать Потом он должен Почитать Вникнуть Сложить все это И действовать А я еще думал Что ж такое С 11 года Практически Как этот Ютуб образовался С 11 года С ноября Выложился По-моему Свою эту Кулинарию Правда так Особо не оформил Далее Вот это Вот начал Заниматься И так И сяк И никакого Выхлопа Возможно Там я уже У них В черном Списке Что Вот этого Надо Держать Под колпаком Уж Дюжи Уж Дюжи Своевольный Вольнодумец Нам такие Не нужны Нужны Стата Баранов Чтобы С них Шерсть Иметь Мясо Ну и Что там Еще Можно Вот Это Наше Современное Общество Больше Никак Его Назвать Нельзя Никто Не пытается Отстоять Своих Прав Это Надо Делать Как бы Сообща Пролетарии Всех Стран Соединяйтесь А раз Это Не делается Значит Тогда Вот Вот Такой Закончик Вот Такой Закончик Вот Такой Закончик Ах Вы Не делаете Ну тогда Вот так Вот так И вот так Будем с вами Поступать То есть Ничего Разумного Нету В нашем Обществе Вот Оказалось Нифига Ничего В конце Концов Все Повязано На бабки Ради Бабок Все Делается Некоторые Там Задушу Ради Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Их считают Какими-то Чудаками Ну ладно Вот я Высказался А там А там А там А там Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь На канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете Посетить Бесплатно Мою авторскую Библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровья И до новых Встреч Библиотеку Библиотеку